Прямо сейчас мы также будем подключать к нашему эфиру Владислава Селезнева, это военный эксперт. Владислав, как нас слышно? Здравствуйте. Здравствуйте, слышу вас хорошо. Сразу предупреждаю, что есть по всей Украине перебои с электричеством и с интернетом. В любой момент связь может пропасть. Надеюсь, Владислав, с вами получится очень конструктивный разговор. Ну что ж, касательно ракетных ударов Российской Федерации по Украине. Как вы считаете, сейчас очень многие аналитики связывают это с огромнейшими потерями и с огромнейшими проигрышами на фронте? И у Российской Федерации ничего не остается, как наносить ракетные удары по всей Украине. Так сказать, от безвыходности. Вы согласны с этими мнениями? Думаю, что не только это является причиной, почему за сегодняшний день было выпущено более 80 ракет разного типа и классов практически по всей территории Украины. Путин реагирует таким образом на запрос части российского общества о повышении ставок, об усилении ракетного террора. Мы же с вами все являемся свидетелями того самого ракетного террора, который начался 24 февраля всего года. Более 3,5 тысяч ракет за этот период времени было выпущено по территории нашей страны. Причем по оценкам Украинской службы безопасности из 20 ракет, выпускаемых по территории нашей страны, российских ракет, 19 прилетали по объектам, которые никакого отношения к военной структуре, к силам обороны Украины не имеют. Какое военное значение имеет музей Ханенко, который расположен в центре Киева и детская площадка, рядом с ним находящаяся? Никакого. Но тем не менее, россияне используют ракеты, чтобы наносить удары, чтобы приносить максимальное число разрушений, таких разрушений, которые приводят к смерти и ранениям среди мирных жителей. Какое военное значение имеет тот самый стеклянный мост, который я сейчас вижу в поле Апии? Никакого. Но тем не менее, российские оккупанты используют все возможные силы и средства, чтобы разрушать фактически символы нашей страны. Кстати, прилет ракеты в парке Шевченко пришелся как раз на тот прилет, где находится главный памятник нашему кавзарю Тарасу Григорьевичу Шевченко. Какое цель это делать? Российская армия уничтожает все живое. Российская армия является армией стороны террористов. Будет ли реакция ключевых политических игроков нашей планеты? Посмотрим на ближайшие часы, зная, что сейчас за океаном наступает новый день и с нетерпением ждут соответствующих реакций. То, что реакция украинских сил обороны будет, и она очевидна, украинское контрнаступление будет продолжаться, это понятно. Но то, что тут сейчас должна уйти та самая соглашательская риторика в том числе и от наших европейских партнеров, мол, давайте будем договориться с Путиным, потому как необходимость какой-то говорит, совершенно очевидно, что ни о каких переговорах руководителя в стране террориста не может быть и речи. Наверное, не очень поликорректно вспоминать тут такого себе Дмитрия Медведева, есть такой политический деятель в Российской Федерации, но тут я с ним совершенно согласен по части следующего. Он уже сказал, да, террориста никаких переговоров быть не может. Террористов необходимо уничтожать. Тут я, Дмитрий Анатольевич, согласен на 100%. В России, как государство террористов, должна быть уничтожена. Еще один момент. Смотрите, сейчас мы наблюдали также и, ну знаете, споры кремлевских башен, война кремлевских башен. Может ли в целом вот эти массированные ракетные удары свидетельствовать о том, что Путин пытается таким образом набрать себе рейтинга, что ли, поддержки среди общества, показать, что сильное государство, способное уничтожать страну, которая размером там в десятки раз меньше самой Российской Федерации. С чем можно в целом связать, какие параллели провести между тем, что Российская Федерация говорит, что они за мир, что переговоры они хотят, но с другой стороны наносят ракетные удары, убивая мирных жителей. Уже есть информация о том, что пятеро украинцев погибли вследствие утренних ракетных ударов. Совершенно очевидно, что путинская армия не может ничего внятного показать на поле боя. Украинские силы обороны на разных участках рота проводят контрнаступление. Контрнаступление в такой ситуации, когда весь мир искренне верил в то, что Российская армия является второй помощницей в мире и способна походить от статей до Ла-Манша, попутно захватывая Варшаву, Берлин и Париж. А тут Российская армия получает ляпаса и отступает практически по всей линии Российско-Украинского фронта. Совершенно очевидно, что путину необходимо было показать свою силу, свою волю, свою результативность. Таким образом, это может сделать, понимая, что ресурсов, умений, возможностей военно-технической мощи Российской армии на поле боя явно не хватает для того, чтобы хотя бы на равных вести боевые действия против украинских сил обороны. Он использует ту самую тактику ракетного террора. С одной стороны, он демонстрирует российскому людям, вот смотрите, мы такие смелые, мы такие отчаянные, мы готовы положить и далее ставки. Но с другой стороны, с помощью ракетного террора он пытается принудить военно-политическое руководство Украины к переговорному треку. Причем переговорному треку на условиях Кремля. А мы все знаем, что условия Кремля имеют ультимативный характер. Готовы ли к этому президент Украины Зеленский, его команда, готовы ли к этому украинские вооруженные силы, готовы ли к этому украинское общество? Мой ответ очевиден, нет. Поэтому война будет далее продолжаться, но я уверен, что в этом противостоянии украинские силы обороны будут действовать так же жестко, эффективно, но именно по военным объектам. Я уверен, что украинские силы обороны точно не будут нанесить удары по детским площадкам в центре городов, где находятся мирные жители. А вот гореть склады с боеприпасами, места хранения бронетехники, места расположения казармами с личным составом, компанды, пункты управления, пункты связи, я думаю, что гореть они будут ярко. Владислав, в свою очередь также, смотрите, имеем следующую информацию о том, что во время утренних обстрелов Украины три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщило Министерство обороны, собственно, Молдовы, этой страны. Ракеты были замечены в районах городов Сороки и Флорешты. Также идет прямая цитата, цитирую, цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны. Отметим, что Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии на города Украины, повлекшие за собой человеческие жертвы, говорится в сообщении. И, в свою очередь, также мы видим, что массированные обстрелы Украины – это тактика нового командующего войсками Российской Федерации Сергея Суровикина. Скажите, пожалуйста, опять же, можно ли тут проводить какую-то параллель, проводить какую-то связь и какая, возможно, будет реакция в силу того, что было нарушено воздушное пространство уже Молдовы? — Генерал Суровикин являлся недавно командующим воздушными силами Российской армии. Соответственно, именно авиационный компонент он может и имеет возможность использовать, и он знает, по крайней мере, в общих чертах, потому что является офицером сухопутных войск. А просто более до судьбы он оказался на этой должности. Ну и соответствующие реакции на его персону со стороны лидера Крымья Путина. А авиационный компонент будет использоваться активно в рамках тех физических возможностей российской авиации, в том числе и статистической авиации. Мы же видели сегодня, ракетные удары наносились как с территории Курской области, так и с акватории Коспийского моря. Но кроме этого используются еще ракетные компоненты морского базирования, то есть те самые ракеты класса Калибр, пуски которых осуществлялись в акватории Черного моря. Принесет ли такая тактика какие-то успехи генералу Суровикину, где нам назначили на должность командующей этой так называемой специальной военной операции? Посмотрим. Потому что совершенно очевидно, что ему противостоит в этом бою хорошо известный и очень серьезно подготовленный специалист генерал Валерий Залужный и его команда, его штаб. Поэтому боевые действия совершенно очевидно, что в этой войне путинская армия выглядит крайне неприглядно. Армия, состоящая в своем свете большинстве из террористов, она не может вести себя достойно на поле боя, поэтому использует тактику ракетного террора, фактически воюя с мирными и международными сторонами, но не рискуя воевать на равных с украинскими военами на поле боя. Владислав, я вам очень благодарен за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что военный эксперт Владислав Селезенов был на прямой связи с нашей студией.